Добрый день, любители радиоуправляемых моделей! Добрый день, Владимир! Сегодня мы поднимем в воздух ваш L5FN, покажем, как летает модель. По результату облета дадим рекомендации по регулированию, по тренированию, все, что потребует конкретно этот экземпляр. На модели есть убираемые шасси, ретракты работают, как видите, но сегодня мы взлетаем с руки. Перед взлетом не забываем проверить управление, чтобы все рули отрабатывали адекватно, чтобы работали все, что необходимо, все отлично. Ну и готовимся на взлет, так как модель с ретрактами достаточно тяжелая. Если запускаете с руки, газ полный, не стесняйтесь модель посильнее подкинуть, оборот и скорость нужна. Ну и на старте даем крен на правое крыло, чтобы модель, пока разгоняется, успела выправиться за счет реактивного момента. Поехали. Так, руль высоты явно стоит приподнять. Руль высоты немножко приподнял. Сейчас поймем, что еще требуется, какое тренирование. Немножко по крену влево, буквально 3-4 щелчка. Все, отлично, модель полетела. И вот она, легенда советской авиации Второй мировой. Летает отлично. Стиками не размахивайте, скорость не теряйте. Это, в общем-то, для любого истребителя требования практически одинаковые. Ну а в остальном модель достаточно устойчиво идет. Управление понятное. Собственно, сейчас с отпущенными ручками модель летит по прямой. Самое главное, правильно ее оттримировать на первом взлете. Будьте внимательны. Все остальное уже гораздо проще. Крейсерский режим полета с таким весом, это порядка 75% газа, 3 четверти. Конечно, можно чуть-чуть обороты прибрать, если хотите полетать подольше. Но тогда виражи очень аккуратные, без резких наклодов, без резких разворотов, чтобы скорость не терять. Модель не любит потери скорости. Сейчас оборотов чуть-чуть добавлю. Сделаем пару фигур пилотажа. Боевой разворот. Бочка. С бочкой, кстати, поаккуратнее идет с просадкой. В принципе, это нормально для подобных моделей. Так как они настраиваются на полет в нормальном положении, при перевернутом полете надо очень четко отрабатывать рулями, чтобы не было просадок. Ну, а в остальном отличный истребитель прекрасно себя ведет. Десять, девять, восемь, семь, восемь, восемь. Ну, Владимир, так полетел ваш Ла-5. Как видите, модель летает достаточно уверенно, стабильно, несмотря на то, что поставлены ретракты и, соответственно, вес хороший у самолета. Тем не менее, и теговооруженности хватает, и полет достаточно управляемый. Самое главное, не забывайте про скорость. Скорость терять нельзя. Вообще, истребители Второй мировой войны, они крайне не любят потери скорости и склонны к сваливанию. Здесь то же самое. По триммированию, еще раз напомню, что элероны нужно будет чуть-чуть влево триммировать. Взлетать со стандартными установками элеронов нормально, можно сразу резко модель никуда не закидывает. А вот руль высоты нужно будет приподнять. Я его отрегулирую механически, но будьте готовы к тому, что руль еще нужно будет регулировать дополнительно. В остальном, модель полетела замечательно, и я думаю, что у вас она также себя покажет с лучшей стороны. Ну, а всем, кому понравился Ла-5 в воздухе, не забывайте, что вы также можете приобрести эту модель в нашем интернет-магазине. Ссылочка будет в подсказках и в описании под видео. А я с вами прощаюсь. Будьте с нами, смотрите нас. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи. Играем по-взрослому. Субтитры сделал DimaTorzok